У меня как вихрь, воронка в ногах. Воронка в ногах, хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Мадару. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Мадару, интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Вот этот вихрь, он очень сильно крутится, у нее ветер вокруг нее, она просто кивает. Хорошо, с силой моего намерения этот вихрь выходит, сжимается и летит в клетку, тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Турнадо идет, слово. В клетке? Да. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Мадары, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мадары, находит все. У нее бес рядом с этим вихром появился и все. Считай цифры над головой беса. 8. Это твоя воронка? Нет, это блюждающий вихрь, но я жду, пока силы истощатся. А что это за вихрь такой, откуда он взялся вообще? И каким боком он находится в ее биополе? Ты точно не причастен к этому процессу, бес? У него вибрации намного выше моих, и я жду. Итак, откуда взялась эта воронка? Он показывает, откуда берутся воронки. Негатив приклеивается друг с другом. То есть в ней был негатив, и она притягивала? Нет, в ней нет. Вообще он показывает, как город, улицы. И вот этот негатив, он склеивается. Но воронки берутся. Вот такие вихри – это если человек очень импульсивный, нервный, он как молнии вбрасывает свои энергии. И вот эти энергии подключаются к воронкам, забираются в одну и становятся как торнадо. И они блуждают. То есть подключение к этой воронке без точно таких же энергий, находящихся деструктивных в ее биополе, было бы невозможно? Нет. У нее мягкие энергии. Хорошо, Вера, давай поставим сейчас монитор и посмотрим эту ситуацию. Я не до конца ее понимаю. Пошла ситуация, когда она в эту воронку входит. Что происходит? Раскрутив ленту времени назад. Но он был вихрь. Не такой большой он был. На ней он задержался. Понятно. Сколько времени назад это было? Пошла цифра. Это около двух недель назад. Понятно. Хорошо, это только Мадара может знать, что было две недели назад в той ситуации. Даю команду тонкой копии Мадары, спроецировать все энергетические и сферические каналы к БЕСу и к этой воронке даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чешеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чешеродная по отношению к Мадаре. Усилие потоки в 50 раз. Но к БЕСу ничего не пойдет. Он не участвовал активно. А вот что идет в воронку, Вера? Он показывает БЕС, что происходило и что будет происходить. Воронка была меньше. И она вытягивает с нее энергия и растет на ней. Когда она вытянет все энергии, она насыщается, вырастает и идет дальше. Ищет следующую жертву. Тогда бы она уже была в 10 раз сильнее или в 100 раз даже, насытившись энергиями. Если бы этот процесс закончился. Реверс закончился. Устанавливаем фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса забираем. Мадара забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обрата пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Мадара себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. А что возвращает она, воронка? Она возвращает информацию, действия, которые делала Мадара все эти дни. И ее энергии, которые она тратила на это. Ей энергии возвращаются. Воронка меньше становится. И до каких размеров теоретически могла вырасти эта воронка, если бы она ходила от одного человека к другому без? Это зависит от энергии, поглощаемой ей. Понятно. Хорошо, включаем внутренний белосет Мадаре. Этим сетом она выдавляет из себя все негативное патогенное низкоаббрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит. Все эмоциональные негативные энергии выходят, летят в этот шар. Остаточные энергии тоже. У меня как осталось, серая выходит. Выдавливается все. Готов, шар. Хорошо, без. Хочешь забрать шар? Да. Отправляю без. Ну все, в принципе. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, а без бросит тебя забрать уже эту уменьшившуюся воронку. А как ты ее будешь использовать? Ты ее будешь опять подкидывать людям. Я не могу тебе ее отдать. Будет блуждать с ней. Не надо нам этого блуждания. Все, что мы находим, уходит на переработку. Бес готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на частоте беса. Бес уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Под воронкой открывай портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Не надо в этом мире плодить такие вещи. Мы этим не занимаемся. Там каналы не остались, Вера? Нет. Это хорошо. Все, значит, ушло. Ну что ж, давай заправим тогда Мадару энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота и вибрации будет ей полезна? 380 и 25. На счет 3 макушку головы Мадары начинает поступать 7. Высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Мадара, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Наполнена энергией, а главное, ко мне радость и улыбка вернулись. Отлично. Я, так честно говоря, не совсем понял, как вы в эту воронку вступили. Но, как объяснил Биас, вы притянули ее своими энергиями. Видимо, у вас какой-то стресс был. И на этот стресс, или она залетела, или это был повышенный тон. Обращайте внимание на свое эмоциональное состояние. Он всегда должен быть спокойным. Кроме того, не забывайте заправляться энергиями, поднимать вибрации. В каких рамках мы вам показали сегодня в этом сеансе. И точно так же выдавливается это все своим намерением. Негатив выдавливается внутренним белым светом. Вы могли бы теоретически эту воронку выдавить сами и скинуть в галактическое ядро. Хороший опыт. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купюру. Купим Мадарову и ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...